Халохин, с вами Лиза, добро пожаловать на мой канал, здесь про творчество, вдохновение и самовыражение. Сегодня мы с вами поговорим про моделинг в VR, в целом про технологии, и я вам расскажу про замечательную программу Shape Lab. Я все время забываю брать блогерские штучки, поэтому тут небольшое включение из монтажной комнаты. Прежде чем мы перейдем к основной сути этого видео, я попрошу вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк заранее этому видео, потому что оно достаточно полезное, на мой взгляд, и также по возможности включить VPN. И начнем мы с вами знакомство вот с этой малышки. Это MetaQuest 3, в целом это очень доступный вариант шлема виртуальной и дополненной реальности, по крайней мере по сравнению с Apple Vision Pro. Я посмотрела, цены там варьируются от 3500 до 3900 евро. Это на официальном сайте, а в России это вообще начинаются цены от 500 тысяч рублей, и там просто заканчивают чуть ли не миллион, у меня просто глаза полезли на лоб от таких цен. В то время как цена за этот шлем MetaQuest 3 начинается от 550 евро. Теперь мы с вами перейдем к технической части, я вам немножко расскажу про то, что я пробовала MetaQuest 2, и по сравнению, конечно, со второй версией, вот это вообще просто пушинка, вот конкретно вот эта вот часть передняя. Потому что во второй версии тут вообще такая вот прям бандура. В целом здесь можно двигать линзы, если у вас глубоко посажены глаза, можно линзы раздвинуть, если близко посажены глаза к носу, то их можно пододвинуть так, как вам удобно. Это вообще супер функция, я как раз ей пользуюсь. Во второй версии, по-моему, этого сделать было нельзя. В комплекте к этому шлему шли ремешки крепления к голове, но это просто отдельный какой-то садамаза, потому что работать с ними долго невозможно, потому что все сдавливает, это просто жуть какая-то. Поэтому было решение приобрести вот такое крепление, тут вот отдельная есть еще дополнительная батарея, правда, ну такая бандура, конечно, но сидит на голове просто великолепно. Конечно, для тех, кто любит смотреть видосики в кровати, это может быть неудобно, но я думаю, что можно, в принципе, как-то подушки так сделать под шейп, под форму этой батареи. Помимо крепления было принято решение о покупке вот такой подставки, это очень удобно, по крайней мере, шлем нигде не болтыхается по квартире. Если вы все-таки задумаетесь о покупке этого шлема, то я думаю, что на ютубе вы найдете более подробные видеоролики с техническими характеристиками и другими про шлем, чтобы уж точно решить, покупать или не покупать. Но вот чисто мое мнение, я, конечно, советую купить, потому что вещь великолепная. Но мы все-таки с вами собрались здесь не за этим, мы с вами сейчас перейдем к интессенсу этого видео. Как только у меня появился этот шлем в руках, я по большей степени использовала его для игр. Я очень люблю играть в Beat Saber и Sniff Riders. Но также в какой-то момент я начала изучать моделирование в блендере и подумала, почему мне не использовать этот шлем в полезных целях и научиться моделировать VR. И тут мы с вами переходим к изюминке этого видео, а именно к приложению Shape Lab. Вот про него я и хочу вам сегодня рассказать. На русском ютубе я не нашла видеороликов на эту тему, поэтому подумала, что будет, возможно, полезно кому-нибудь ознакомиться с этой программой. Во-первых, такой тут небольшой дисклеймер хочу пустить по поводу того, что я прямо на самом-самом начальном уровне моделирования. У меня был, конечно, опыт моделирования интерьеров и экстерьеров в архикаде и 3ds Max, но вот именно в моделировании персонажей у меня такого не было опыта. Но, сами понимаете, моделирование зданий, моделирование персонажей, они немножко разные вещи. У кого у меня идут подготовительные работы? В общем, я хотела сказать насчет того, что у меня здесь стоит компьютер, но очень работают шумы, на мой взгляд. И я не знаю, будет ли сейчас микрофон это все ловить. Я очень надеюсь, что нет, но у меня есть подозрение, что да. Так что я заранее извиняюсь за то, что звук может быть такой и с шумами. Так, я надеюсь, вы видите. Вроде вы должны видеть. Мы с вами сначала загрузим проект, который я уже начала делать. Я сделала голову. Ой, что-то он не повернулся. У меня есть голова полностью сделана, потому что я пыталась сначала как-то потренироваться, чтобы уж не ударить в грязь лицом. Ой, я же могу тут все попортить. Извините. Значит, я сделала голову полностью, начала тело, хвостик. Вот. Сейчас мы с вами продолжим работать над ручками, над ножками. Вот этими, не знаю, как они называются. Вылетела из головы. Ладно. И перейдем к работе с цветом. Я еще не работала, то есть это вот первая моя работа в этой программе. Вообще она очень удобная. Тут даже интуитивно можно понять, как что делать. Значит, вот контроллерами мы с вами, как будто я, знаете, обучаю вас работе в этой программе. Вообще это просто обзор на эту программу, потому что мне она очень нравится. И, возможно, кому-то из вас она тоже понравится. И вы будете в ней работать. То есть очень удобно, что контроллерами можно тоже управлять. То есть переключаться с инструментов на интерфейс, где можно работать именно с объектами. Их как-то изолировать, совмещать и так далее. Здесь у нас разные есть инструменты, в том числе полностью вся закраска объекта, частичная, маски. В общем, интуитивно можно понять. Внизу подписаны все названия этих инструментов. Далее на этом джойстике мы также либо уменьшаем, либо увеличиваем размер нашего инструмента. Также можно переключаться, если мы влево-вправо сделаем между инструментами, которые были до этого. И которые мы уже выбрали. Далее можно посмотреть, какие здесь есть материалы. Какие-то можно, по-моему, даже самому создать. Ой, а вернуться, если что, на этом джойстике, либо влево, либо вправо. Ну, в общем, как контрол-зет. Вот, ну что, мы тогда продолжим работать. А, кстати, давайте поменяем антураж. Здесь можно сделать другой антураж. У меня голос как-то так странно сейчас вверх полетел. Здесь можно, допустим, сделать облака. При таком освещении, например, очень удобно работать с текстурами. То есть сразу видно, как свет падает на объект. В целом, мне понравился лофт и вот облака. Также тут можно всякие разные себе атмосферки создавать. Например, вот, хэллоуиновская атмосфера. Привет! Ну, в общем, да. Ну, мне хватает, знаете, истории с Reddit-а вам читать, чтобы там... Нет, сейчас конвульсия какая-нибудь не схватила. Можно даже вот в таком холле рисовать, в зале. Ну, в общем, ладно, вернемся к облакам. Вот я перехожу сюда вот в объекты и хочу создать новый объект. Вот он у меня, куб. Но мне нужно, наверное, ручки я создам из сферы. Я думаю, чуть поменьше только, наверное, надо. Тут, конечно, это вроде картинка, созданная с помощью искусственного интеллекта. Как бы некоторые моменты, вот, например, у него на голове вот такие здесь штучки идут. Из головы вот здесь вот. Я повторила, как вот сзади на картинке. То есть здесь она недоработанная, видно. Ну, в принципе, конечно, у меня не совсем похоже на референс, но хотя бы, знаете, так немножко отдаленно, возможно, похоже. Так, у меня сейчас будет проверка связи, что все записывается. А то будет как-то грустно, что не запишется, как тогда с историями. И заново придется это все переписывать. Не очень люблю двойную работу, поэтому лучше сразу все проверить. Итак, значит, я создаю. Тут, кстати, интересно, что вы можете предварительно видеть, куда этот объект поставится. И также с инструментами, да, с кистями, также можно предварительно посмотреть, как это все будет работать. Так что я ставлю вот сюда. В общем, похоже не на ручку, а на кое-что другое. Ну, ладно. Так, знаете что, я немножко все-таки уменьшу размер ручки. Вот так. Нет. Вот так. Ну, стандартная кисть, понятно, что она делает, в принципе, да. Здесь также можно менять и у инструментов настройки. Я, кстати, замечаю, что у меня окончания как-то проглатываются, или я неправильно их произношу, поэтому извиняюсь заранее. Я очень пытаюсь быстро сказать, то есть у меня мысли бегут быстрее моих слов. Поэтому получается каша. Ну вот. И, значит, здесь можно также поработать с настройками. Даже выбрать, например, работу, чтобы кисточка напоминала не сферу, например, куб или вот такую как капсулку. И так со всеми инструментами. Можно, например, обратную, да, ну, инвертировать кисть, и она будет, например, не выдвигать объект, а наоборот задвигать. Но мне этого не надо, я просто вам показываю для примера. Ну, в принципе, тут со всеми так инструментами это работает. А, нет, по-моему, даже не со всеми. Вот с этими вроде не работает. Ну, в общем, с большинством, по крайней мере, точно. Мне очень нравится эта программа тем, что здесь можно создавать и текстуры какие-то на объекте. Вот, например, даже рожки, если взять, да, видно, что это не гладкое. Тут какие-то есть заломы, да. Здесь вот я делала такие линии продольные, да, чтобы было похоже на такие прям рога. Также мы потом будем с вами работать с цветами, и там тоже много всего можно создать. И эффект металла, и эмиссию придать объекту, и все, что угодно, в общем-то, сделать. Также можно какие-то прям такие странные формы делать. Вот такие вот, например, как щупальца такая. В общем, очень классная программа для 3D-художников. Здесь, конечно, единственный момент, который меня так немножко... Которому я не привыкла, так скажем. Я когда рисую, у меня же рука, она... Мизинцем я обычно о планшет так опираюсь и рисую. А здесь она все время на весу, поэтому так вот надо прям... Иногда я так вот руку к себе прижимаю, чтобы хотя бы где-то была опора. Блин, если честно, так сложно одновременно и говорить, и делать. Я вообще поражаюсь людям, которые вот так вот рисуют параллельно, говорят что-то. Что-то рассказывают интересное. Не отвлекаясь от самого процесса. И потом у них получаются вообще классные вещи. Поэтому, конечно, надо учиться. Вообще классно получается, мне кажется. Прям очень так... Не знаю, правдоподобно или неправдоподобно, но очень так живописненько. Так, и к хвостику. Я думаю, на хвостике тоже сделаю несколько штучек. Ой, маленькая. Так, что нам нужно еще сделать? Пупырки, да, я хотела сделать на теле. И остались ножки еще. И давайте сделаем просто объектами отдельными. Так, я вот модельку закончила. В принципе, у меня получился вот такой дракончик. Теперь я хочу перейти уже к рисованию непосредственно. Так, что я открываю здесь вот кисточку. И... Интересно, отсюда можно взять? Да, можно. Прям с картинки. Можно цвет взять и его разрисовать. То, конечно, сейчас мы поправим настройки. Потому что он такой у меня получился с эффектом... Как будто, знаете, это глазурь на каком-то тортике. Меня почему-то это напоминает. Так. Тут можно добавить металлизированности, например. Ну, мне это не надо. Просто я вам показываю интересные такие тут настройки. Теперь я хочу вот эти пупырки в другой цвет покрасить. А у него, кстати, еще пузико белое. Ну, ладно. Делаю попозже. Тут, кстати, можно даже кисточку менять вроде. Где-то я это видела. Вот здесь. Вот здесь. Нет, не очень нравится. Очень яркий получился. Так, ладно. С цветом я, наверное, буду очень долго работать. Потому что я даже, когда рисую арты, достаточно долго подбираю цвета. Хотя, казалось бы, вроде уже так давно рисую. Но нет предела совершенства. Поэтому мне иногда хочется прям очень долго посидеть, поработать. Над разными моментами. Конечно, не очень много кисточек. Ну, в принципе, есть, наверное, все, которые необходимы. Так что я думаю, это ничего страшного. Я, знаете, себя просто мастером по маникюру ощущаю. Выстраивала сначала форму, сейчас цвета. Ушки можно также здесь сделать. Они, кстати, с другой стороны красятся. Блин, надо было... Ну, хотя, ладно, нормально, в принципе. Немножко, конечно, ушки надо было и здесь тоже доделать. Ладно. Для первого раза, я думаю, все-таки все равно неплохо получилось. Это как, знаете, с фасадами зданий. Главный фасад отремонтируют, а дворовой никто не видит все равно. Без разницы, да? Я думаю, что здесь тоже так же, как и, например, в Рокриете, можно создавать свои кисти. Я думаю, ну, как-то так. Как будто кустик из головы растет. Ну, ладно. Так, давайте теперь глаза сделаем. Наверное, в следующий раз все-таки надо оставлять эти объекты на разных слоях. Потому что вот так вот каждую границу вырисовывать, это, конечно, очень трудозатратно. Жалко, что здесь нет, знаете, какой кисточки типа размытия. Может, она, конечно, есть, но я вот что-то ее не особо вижу здесь. Тут, кстати, немножко отличаются от тона. Да, вот я беру вот здесь, а он какой темный. Странно. Ну, ладно. Конечно, то, что вот здесь вот сзади это сделано, мне не очень нравится. Но об этом я не подумала, конечно. Я думала, что только по поверхности он работает. А он, оказывается, прям сквозь может цвет передавать. Еще тут, конечно, можно побаловаться с вот с этими мероприятиями, да. Он будет вот так вот светиться. Или, например, такое сделать. В общем, тут очень много разного. Вот такое можно сделать. Он, кстати, даже так симпатичнее выглядит у меня. Ну, тут уже есть какие-то. А, или вот, допустим, уже светящийся. Такое выбрать. Вот такой вот у меня дракончик получился. Я не знаю, сколько по времени, долго я его достаточно делала, но доделала наконец-таки. Тут, кстати, еще можно, знаете, чего? Сфотографировать, например. Такой вот у меня коротыш получился. Его, кстати, знаете, что можно... Ой, все забыла. Его можно вот так вот раздвигать. То есть он будет вот такой огромный, прям. И наоборот сжимать. Он будет такой крошечный. Такой малютка. Ну, кстати, знаете, я вот рассказывала вам, что эта батарея дополнительная, она очень помогает. Потому что здесь вот осталось 6%, например. Было 100%, насколько мне известно. И сам он разрядился только на 46 даже процентов. У меня получился вот такой дракончик. Я прошу не судить меня строго, потому что это все-таки мой первый опыт. Я надеюсь, что мне хватит терпения и сил, чтобы улучшать свои навыки в 3D-моделировании именно персонажей. Также у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Там в основном какие-то моменты из жизни. Разные смешные и не смешные истории. Также я делюсь какими-то творческими моментами. Надеюсь, что это видео для вас было полезным. Вы хорошо провели время. И спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Также буду благодарна за обратную связь в комментариях. Ведь ваше мнение должно быть услышано. И также это помогает развитию моего канала. Подписывайтесь, ставьте лайк. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видеоролике. Чус! Субтитры сделал DimaTorzok